Хор пропел Открыл место Писания Деяния апостолов, 14 глава, и здесь апостолы говорили о живом Боге язычникам, которые хотели им принести жертвы, и эта проповедь звучала так, и здесь апостолы говорят об одной величайшей истине, и я хочу об этом сегодня говорить. 14 глава Деяния апостолов, с 15 стиха. «Не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». В этом уходящем году хочу поделиться церковь о свидетельстве Бога о себе. Здесь апостолы такую мысль сказали, не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями. Бог, все эти века, Он не перестает свидетельствовать людям о себе. Это не свидетельство человеческое, это свидетельство Божие. И мы празднуем Рождество Христово. И братья говорили, цель пришествия Иисуса Христа. Первое, наверное, то, что ангел объявил, Он спасет людей Своих от грехов их. Через пророка Исаию Бог предсказал, с нами Бог, Эммануил, цель Божия быть со Своим народом. Но сам Христос за свидетельством Пилатом, помните, что Он сказал, для чего Он родился на эту землю. Когда Пилат Его побуждал, ты царь иудейский. Христос сказал, ты это сам или тебе сказали. Знаете, у Него было ограниченное знание, как и в тех волхвов. Они только часть увидели, царь иудейский. Так мало. Он был царь царей и Господь господствующий. И Иисус Христос, что Он сказал? Мое царство, оно не отсюда. Да, Он признал себя царем перед Понтием Пилатом, но царем царства Божьего. Но Он говорит, цель Его рождения на эту землю. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать людям об истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего и следует за мной. И об этом хочу делиться. Свидетельство Божье. Это самое сильное свидетельство на земле. И чтобы понять вот этот смысл свидетеля, нужно уйти в Ветхий Завет. В Ветхий Завет, он порой объясняет Новый Завет, а Новый объясняет Ветхий. И свидетель, он использовался на суде. Все судопроизводство, оно зависело от свидетелей, двух или троих. И Слово Божье говорит, свидетельство двоих или троих, оно истинно. И Бог дал заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И когда Бог сформировал вот этот образ свидетеля, чтобы людям вот на земном примере понять, потом этот образ, он перешел на Бога. Бог свидетель. Иаков сказал Лаван, хотя никого нет, но Бог свидетель. Между тобой и мной. Это настолько сильно. От свидетеля зависело, что будет с человеком. Если свидетели говорили в оправдание, суд его отпускал. Но если два или три свидетеля, они свидетельствовали, что виновен. На них была ответственность величайшая. Они должны были, если приговорен к смерти, должны были первыми бросить камень. И если свидетель, он оклеветал человека, то тот же суд, которым судили того человека, переходит на него. Каким судом судите, таким будете судимы. И Бог через вот этот образ, он показывает себя свидетелем. И Иоанн в первой главе, он говорит об Иисусе Христе, что Он свидетель истинный. И Христос сказал, я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И мы имеем сегодня это свидетельство Бога Отца, который не переставал свидетельствовать людям, подавая времена плодоносные, исполняя сердца весельем и многое-многое другое. Это было свидетельство Божье. И деяния апостолов начинаются из этого. В первой главе уже говорится о свидетельствах. Да, Бог говорил, вы будете мне свидетелями. Но я хочу первую проповедь Петра. Она началась из этих слов. Смотрите, да, Он процитировал Иоиля. В последние дни и залью от Духа Моего на всякую плоть. Но смотрите, вторая глава, с 22 стиха. Слово какое? Первая проповедь. Бог, исполненного Духом Святым, мужи израильские, выслужьте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовав вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. Бог сотворил это свидетельство. Это не человеческое свидетельство. Сам Бог сотворил. Вот эти чудеса, то, что дева в очреве приняла, то, что девушка родила, тут написано силами. Знаете, Бог послал силу. Гавриил переводится сила Божья. Когда Бог послал силу Божью, написано, ангел сказал, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Бог послал силу. И это было Божье действие, не человеческое. Это было свидетельство Божие. И написано от Бога силами и чудесами. Чудесами, да, начались чудеса, которые не могли никто сделать, кроме Бога. Наш Бог есть Бог чудес. И самое, наверное, большое чудо, то, что мы сегодня в Доме Божьем. То, что я стою на этом месте и знамениями, сам Бог даст вам знамения. Помните? Все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. И Бог сегодня не перестает свидетельствовать в этом уходящем году. Но цель, цель Божьего свидетельства. И в первой главе первого послания Иоанна, здесь говорится о цели, в пятой главе первого Иоанна говорится о цели Божьего свидетельства. Знаете, люди порой верят сегодня свидетельству людей, но Бог сегодня, Он сам свидетельствует. Потому что всякий человек лжил. И мы слышали, ходят по этому миру и свидетели, якобы. Но Слово Божье, цель Божьего свидетельства. Я на этом хочу именно сосредоточить в наше внимание. Пятая глава первого Иоанна, седьмого стиха. Ибо три свидетельствуют на небе Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле Дух, Вода и Кров. И сии три об одном. Одиннадцатый стих. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И сия жизнь в Сыне Его. Имеющий вот это свидетельство, имеет жизнь вечную. Это настолько важно. И Христос сказал, я на то родился. Это была высшая цель. Засвидетельствовать нам людям. Обои. Это делает сам Бог. Бог, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Свидетельство Христово Дух Пророческий. Дух Пророчества. И Дух Божий сегодня свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Это самое великое свидетельство внутри нас оно есть. Без этого невозможно спастись. И мы должны... Сегодня мир сосредоточен на новом, в 2018 году. Но человек Божий, он должен сосредоточиться на Христе. На Его цели. На Его замысле. На том, что Бог делает сегодня в нашей жизни. И на Его свидетельстве. 12 стих. Имеющий Сына Божий имеет жизнь. Не имеющий Сына Божий не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Бог. Он свидетельствует и по сей день. И вы знаете, сам Христос, Он эту мысль очень глубоко говорил. Смотрите. Последнее поделюсь. Здесь очень много об этом говорится. Иоанна, 5 глава. С 31 стиха. Здесь Христос говорит о свидетельстве Иоанна. Но это все равно человек. И он все равно направляет на свидетельство Отца о Нем, о Христе. А Христос свидетельствовал об Отце. Я Отец едино. Видевший меня, видел Отца. И здесь написано с 31 стиха. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой свидетельствующий о мне. И я знаю, что истина – то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он свидетельствовал об истине. Иоанн свидетельствовал об истине. Но Христос, он все-таки ставит ударение на свидетельстве Отца. И на том, что Бог свидетельствует людям. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство. Смотрите. Бог сам свидетельствует. Это свидетельство Божие. И оно и будет на суде Божьем. Христос сказал, я не осуждаю вас. Вот это слово, оно будет свидетелем. Оно будет судить вас в последний день. И Слово Божье, я нашел смысл Слова Божьего. Оно говорит истину, оно говорит факты. Оно всегда говорит истину. Оно наставит перед фактом свидетельство Божьего Слова. И никуда факт, такая вещь, ее никуда невозможно спрятать. И Бог нам говорит факты. Он говорит истину. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. И он здесь в 35 стих говорит об Иоанне. 36 стих читает. Я же имею свидетельство больше Иоаннова. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии многоют творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Божье свидетельство на земле. Иоанн сидел на острове Патмос за свидетельство Иисуса Христа. Не за свое, а за Христа. Христос засвидетельствовал. И мы можем свидетельствовать вот это свидетельство Божье. Да, нам нравится, когда люди выходят сюда и свидетельствуют о себе, как их Бог призвал. Оно запоминается. Но тем более, сам Бог сегодня свидетельствует. Мы любим свидетельство в церкви. Но, братья и сестры, свидетельство Божие написано в Иоанна, больше, несравненно больше свидетельства человеческого. И те, кто не принимают это свидетельство, они представляют Бога лживым, лжесвидетелем. И такие люди, как Пилат, история говорит, предание говорит, что он закончил жизнь самоубийством. Не принимая это свидетельство, а Христос засвидетельствовал перед Понтием Пилатом, и об этом и Тимофею писал апостол Павел. И здесь Христос, Он говорит, что Отец, Он свидетельствует о Мне. И по 37 стих, «И пославший Меня Отец, Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели. И не имеете Слово Его, пребывающее у вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал». И здесь 39 стих, который мы наизусть знаем многие. «Исследуйте Писание». Это настолько ценно, и оно у меня особо. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную? Там написано, «А они свидетельствуют о Мне». Это свидетельство Божье. И пусть в этом уходящем году наше сердце будет благодарно, что мы в наш дух получили свидетельство Божье. Если даже мы поем, «Весь мир будет твердить иное». «Я знаю, я Христом спасен». «Я имею свидетельство Божье». Никто не сможет переубедить. И даже если ангел предстанет, оно у нас так глубоко в нашем сердце. И оно записано на нашем сердце. И мы будем благодарить Господа, что Бог засвидетельствовал о Сыне Своем. Что Сын родился, чтобы нам свидетельствовать об истине. Что Дух Божий сейчас на земле, Он свидетельствует о Боге. Он несет это свидетельство глубоко в сердце нашего Духа, нашей души. Это великое то, что Бог сделал. И мы будем в уходящем году в этом преклонять наши колени и благодарить Бога. Знаете, сейчас ночная молитва прошла. Она была благодарственна. Просто люди благодарили Бога. Нам есть за что Христа благодарить. Пусть наше сердце, оно будет наполнено вот этой благодарностью Богу. Это великое приобретение быть довольными. Господи, Ты все дал для жизни и благочестия. Ты благословил нас временами этими плодоносными. Беларусь, она сегодня имеет Божье благословение. И пусть Бог нас в этом уходящем году поможет нам действительно поклониться Ему. Не только нашими коленами, но и нашими сердцами. Я знаю, что когда вечер настанет, я люблю перед 12 часами, когда в мире начинают стрелять там какие-то фейерверки, я становлюсь на колени. И я уходящий год с женой. Мы благодарим Бога и мы провожаем Его на коленях и встречаем Новый год на коленях. Это так ценно, преклонять колени перед Богом. Преклоняем колени, благодарим Бога и молимся. Преклоняем колени, благодарим Бога и молимся.